Чувашская республика, Чувашия республика в составе России, находится в центре европейской части России, столица республики, город Чебоксары. Расстояние от города Чебоксары до столицы России, Москвы около 630 километров, граничит с Нижегородской областью на западе, с Республикой Мариел на севере, с Татарстаном на востоке и с Мордовией и Ульяновской областью на юге. Государственными языками Чувашской республики являются Чувашский и Русский. Республика имеет свою конституцию и законодательство, осуществляет собственное правовое регулирование, включая принятие законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих взаимоотношения в политической, экономической и культурной сферах жизни общества в пределах, установленных Конституцией РФ. Происхождение названия Название Чувашия образовано от этнонима «Чуваший». Появление слова «Чуваший» зафиксировано на территории Казанского ханства. Современный этноним Чуваш первоначально являлся экзоэтнонимом предков Чувашей, использовавшимся казанскими татарами и русскими. Экзоэтноним связан с соционимом 16-17 ВВ, указывавшим сословную принадлежность людей, плативших ясакой и занимавшихся сельским хозяйством. Возможность происхождения этнонима «Чуваш» от образа жизни народа, то есть от первичного социального содержания слова первым высказал публицист Г. и комиссаров. История, учитывая воли изъявления народа, 24 июня 1920 года в ЦИКСА в наркома РСФСР приняли постановление, подписанное В.Е.Лениным и М.Е.К.Лениным, об образовании Чувашской автономной области как части РСФСР. А в конце 1924 года руководящие органы Чувашии представили проект преобразования в ЧАСР. 21 апреля 1925 года Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет постановил преобразовать Чувашскую автономную область в Чувашскую автономную Советскую Социалистическую Республику. Затем постановлением в ЦИК от 20 июня к Чувашской АССР были присоединены следующие волости Алатырского уезда Симбирской губернии. Алатырская с городом Алатрием, Порецкая и Кувакинская, с населением 121 464 человека. В 1920-е годы обсуждалась идея изменения названия Чувашской АССР в Болгарскую АССР, переименование Чувашей в Болгар, вслед за переименованием Черемисов-Марийцев. Предложение краеведов не получило поддержки руководства и населения республики. Денисов-П. Итнокультурные параллели Дунайских Болгар и Чувашей. Чебоксары 1969-С. 10-19 октября 1990 года происходит переименование Чувашской АССР в Чувашскую Советскую Социалистическую Республику. В том же месяце 1990 года Верховный Совет принимает Декларацию о государственном суверенитете Чувашии. С 13 февраля 1992 года с принятием закона об изменении наименования Чувашской АССР. Чувашская АССР стала называться Чувашская Республика. До 2001 года транслитерация на русскую письменность Чувашского названия Республики «Чеваш Республики» включалась в полное официальное название «Субъекта Федерации на русском языке» в Конституции РФ. В соответствии с указом президента Российской Федерации от 9 июня 2001 года Н-679 наименование субъекта Российской Федерации было изменено на «Чувашская Республика» Чувашия. В 2007 году адвокат В. Л. Болгарский Васильев и писатель Юхма Миши предложили переименовать Чувашию в Волжскую Булгарию. Чувашия должна называться «Волжской Булгарией» М. Юхма. Знание истории необходимы историки В. Д. Дмитриев и Г. Тафаев, писатели М. Юхма и Ю. В. Д. Дюков, адвокат В. Л. Болгарский Васильев. В октябре 2012 года в Чебоксарах в ходе «Круглого стола» с руководителями делегаций Чувашских национально-культурных объединений России и зарубежных стран, прошедшим в рамках празднования 20-летия образования Чувашского национального конгресса распространили обращение к главе Чувашской Республики М. Игнатьеву, к депутатам Госдумы РФ А. Г. Аксакову В. С. Шурчанову А. И. Аршиновой, к депутатам Госсовета Ч. Р. с предложением восстановить историческое название Чувашской Республики Республика Чуваша, Волжская Болгария, 16 января 2013 года, в Государственный совет Чувашской Республики поступило коллективное обращение с просьбой инициировать изменение названия Чувашской Республики на Историческое название Республика Чуваша, Волжская Болгария, по-чувашски Чуваш от Алсиполхар Республики, подписанное Г. И. Тафаевым, М. Н. Юхмой, В. Болгарским Васильевым, Ю. В. Дадюковым, Р. Шавлиби, Н. Заводсковый, А. В. Павловым Государственное устройство Конституция Основной закон Республики Конституция Чувашской Республики, принятая в 2000 году, Глава высшим должностным лицом в Чувашской Республике является глава В 1994 году первым президентом Чувашии стал Николай Васильевич Федоров В августе 2010 года вторым президентом Чувашии стал Михаил Васильевич Игнатьев Законодательная власть Государственный совет является высшим представительным, законодательным и контрольным органом государственной власти Чувашии Исполнительная власть Кабинет министров Республики является исполнительным и распорядительным органом государственной власти и возглавляется Премьер-министром персонали и государственные политические деятели ДС Эльмин, председатель Чувашского революционного комитета, председатель исполкома Чувашской автономной области СП Петров, первый секретарь Чувашского обкома ВКП ЛС Спасов, председатель Совета народных комиссаров Чувашской АССР Первый заместитель Горьковского краевого исполкома Т.А. Ахазов, председатель Президиума Верховного Совета Чувашской АССР С.М. Ислюков, первый секретарь Чувашского обкома КПСС Председатель Верховного Совета Чувашской АССР 2 и 3 созывов. В Чувашской республике насчитывается 21 административный район, 9 городов, 8 поселков, городского типа, около 1700 сельских населенных пунктов. Столица столицы республики – город Чебоксары с населением 480 741 чел. В 2001 году стал победителем конкурса «Самый благоустроенный город России». Муниципальные районы – населенные пункты с численностью населения более 3000 чел. Физико-географическая характеристика. Чувашская республика расположена на востоке Восточноевропейской равнины, преимущественно на правобережье Волги, между ее притоками Сура и Свейгой. Территория – 18,3 тысячи км в квадрате. Самая высокая точка над уровнем моря – 286,6 метра. Почва – ценные черноземные почвы расположены на юго-востоке по границе с республикой Татарстан, на юго-западе, к западу от течения Эр-Сура и в междуречии рек Большого и Малого Цивиля. Водные ресурсы – гидроэлектропотенциал реки Волги в республике не полностью реализован на Чебоксарской ГЭС. На реке Сура до 1969-1970 годов обитала многочисленная популяция стерляди, полезные ископаемые. Месторождение фосфоритов с запасами руд в 148,7 миллиона тонн горючих слуанцев с запасами в 199,1 миллиона тонн. Месторождение торфа. Природа – национальный парк Чевашврани. Пресурский заповедник. Фауна Чувашии. Климат Чувашия находится в зоне с умеренно-континентальным климатом и входит в лесостепную и лесную природные зоны. Средняя многолетняя температура воздуха в январе составляет минус 13 градусов, в июле – плюс 19 градусов. Среднегодовой объем выпадения осадков от 530 до 570 миллиметров. Климатограмма. Среднегодовая скорость ветра – 3,6 метров в секунду. Среднегодовая влажность воздуха – 75%. Стоит отметить, что большинство абсолютных минимумов температуры в Чувашии по месяцам было зарегистрировано в 20 веке и два минимума было зарегистрировано в 19 веке, в то время как три абсолютных максимума уже приходится на начало нашего столетия. Население. Численность населения республики по данным Госкомстата России составляет 1 млн 236 628 чол. Плотность населения – 67,42 чол. КМ2. Городское население – 61,3%. Этнический состав по данным переписи 2002 года на территории республики проживали представители 106 народов. Численность Чувашей – более 2,3 и русских – более четверти. Национальный состав населения Чувашии, согласно переписи 2002 года, распределен таким образом. Экономика. Чувашская республика входит в Волговятский экономический район. Экономика Чувашской республики по уровню экономического развития среди субъектов РФ находится между середняками и аутсайдерами. Душевой ВРП, скорректированный на стоимость жизни в регионе, составляет 54% от среднероссийского. При Волжском округе хуже только показатели Пензенской и Кировской областей и соседних слаборазвитых республик Волговятского района. В экономике Чуваши доля сельской отрасли в структуре ВРП в два раза выше средней по РФ. 31% ВРП дает промышленность. Республиканская промышленность в основном расположена в Чебоксарах и Новочебоксарске. ОАО «Промтрактор» – единственный в России и странах СНГ завод, входящий в четверку мировых предприятий-лидеров по производству тяжелый бульдозерно-рыхлительной трубоукладочной техники. Машины, выпускаемые предприятием, используются в нефтегазовой, горнорудной и строительной отраслях. Чебоксарский приборостроительный завод – крупное российское предприятие, выпускающее сложные электронные приборы для гражданской и военной отраслей. На предприятии проводится конверсия производства, осваиваются новые виды продукции. Изготовление приборов для автомобильной промышленности – производство медицинских компьютерных томографов. ОАО «Чебоксарский агрегатный завод» – промышленное предприятие в России, специализирующийся на выпуске запасных частей к автотракторной промышленной и сельскохозяйственной технике. Российский лидер в производстве запасных частей к ходовым системам тракторной техники. Закрытое акционерное общество «Чебоксарский электроаппаратный завод» – одно из старейших и крупнейших предприятий электротехнического профиля в России. Предприятие, производящее низковольтные аппараты управления, микропроцессорное устройство релейной защиты и оборудование для распределения электрической энергии на напряжение от 0,4 до 110 кВ. Оборудование необходимо для электростанций и подстанций, газокомпрессорных станций, газо- и нефтеперерабатывающих заводов, металлургических, машиностроительных предприятий и ДР. В Новочебоксарске находится Центр электроэнергетики «Чебоксарская ГЭС». Также завод «Химпром» – один из крупнейших в России в своей отрасли. В 2007 году ОАО «Химпром» включен в холдинг «Реновый Орксинтез». На базе химзавода создается техника «Внедренческая зона» для производства модулей солнечных батарей. Канаша работает автоагрегатные и вагоноремонтные заводы. В Аллаты имеются заводы приборостроения. В Шумерле налажено производство автофургонов и спецавтомобилей. В поселке Вурнары раньше действовал военный химический завод. Ныне на его месте работает завод смесивых препаратов. На остальные 20 муниципалитетов приходится только 6% промышленного производства. Транспорт, инфраструктура, связь, телефония, инфонет, Ростелеком, Инфолинк, Итервей, сотовая связь, МТС, Билайн, Мегафон, Смарт, Тел 2, Россия, Йота, Почта, ВГУ, Почта, Россия, Интернет, Дом, Ру, Нет, Бинет, ВИП-технологии, Ростелеком, Орионет, Инфонет, НКТВ, Итервей, Эртелеком, Инфолинк, Инфорта, Новая реальность, Локнет, Здравоохранение. Продолжение следует...